Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Впервые международный конкурс исполнителей башкирской татарской песни прошел в далеком 1991 году и сразу же зарекомендовал себя как отличная стартовая площадка для молодых талантливых исполнителей. До конкурса многие певцы исполняли любимые композиции лишь в узком кругу друзей, но узнав о проведении столь значимого мероприятия, все же решились выступить и для большой аудитории. На самом деле большой праздник, очень рада, что здесь много коллег, много творческих людей, такое приподнятое настроение у всех, всем хорошее настроение, хорошей весны, хорошего лета желаю, и чтобы у всех творчество только расцветало. Ильна Сузенбаев родом из Белорецкого района. Пение для него не просто хобби. К своему выступлению молодой человек относится очень серьезно. Это его дебют на большой сцене. Выступая в первом туре, выложиться на все 100% не получилось, признается молодой исполнитель. Мой репертура – это первая башкирская народная песня «Селима Кейбл», а вторая – татарская народная песня «Шахта» была. Ну, как выступил, это уже решать членам жюри. Какие ощущения по вашему полностью вынесли, смогли показать то, что хотели? Не до конца, но на 90%, скажем. А что помешало? Вот есть не процент, что помешало? Ну, скорее всего, это волнение. Тем более, вот такой масштабный, грандиозный праздник международного класса – вот это все, наверное. Глава города на открытии фестиваля опоздал, поэтому приветственную речь от имени администрации Нефтекамска в адрес участников и гостей международного конкурса имени Фриды Кудашевой зачитал заместитель главы по жизнеобеспечению и благоустройству Забир Габдулин. Наш город является родиной многих международных и межрегиональных фестивалей. Но среди них Дуслы Квано самые масштабные и значимые. В его основе лежит крепкая дружба двух братских республик – единство башкирского и татарского народов. Фестиваль дает молодым исполнителям возможность приобщиться к истинному народному творчеству, совершенствовать профессиональные навыки, способствует сохранению национальной культуры и развитию культурных связей. Оценивать выступления конкурсантов прибыли не только популярные артисты эстрады, но и известные композиторы, деятели искусства, профессоры Уфимской академии искусств. На их суд участники должны были представить несколько номеров – это эстрадные и народные песни на двух родственных языках. На этот раз участие в международном конкурсе приняли более 50 конкурсантов не только со всех уголков нашей страны, но и из Эстонии, Казахстана, Кыргызстана. Поприветствовать участников, порадовать зрителей приехали также лауреаты прошлых лет, среди которых есть и певцы, заслужившие любовь зрителей, получившие звание народных артистов республики. Многие зрители посещают такие песенные конкурсы для того, чтобы открыть для себя новые имена и, конечно же, насладиться протяжными народными песнями на татарском и башкирском языках, услышать, как их исполняют жители Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской, Челябинской, Курганской областей, городов Москва, Санкт-Петербург и Пермского края. Мы очень рады и горды, что такой грандиозный праздник, как международный конкурс татарской и башкирской песни «Дос Лукмана» проходит в нашем городе. Мечтаем, чтобы это стало доброй традицией и продолжалось из года в год, чтобы на сцене появлялись все больше молодых и талантливых исполнителей. Это грандиозное событие не только для нашего города, но и для нашей республики. Благодаря этому конкурсу появляются новые имена, новые таланты, новые звезды татарской и башкирской эстрады. И это нас, ценители музыки и хороших вокальных данных, очень радует. Одним из ярких моментов торжественного открытия праздника, безусловно, стало выступление Айдара Галимова. Приглашение народного артиста стало знаменательным, так как он является кавалером Ордена Дружбы двух соседних республик – Башкортостана и Татарстана. Первый конкурсный день завершен, подведены промежуточные итоги. Однако расслабляться участникам еще рано. Впереди два, с одной стороны напряженных, с другой красочных музыкальных запоминающихся дня, которые для некоторых из участников непременно станут стартом в мир большого искусства и достижения заслуженной любви зрителей. Зульфия Амирова, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».